Здравствуйте! В эфире наши новости в студии Ангелина Губайдулина. Сегодня в выпуске. Праздник Рождества и рождественские калятки в Игрине. 13 января в России отмечался профессиональный праздник работников периодической печати, СМИ, журналистов – День российской печати. Итоги оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Березовскому району за прошедший год по многим направлениям работы превысили качественные показатели 2016-го. Об этом и другом смотрите далее и прямо сейчас. В администрации Березовского района состоялось онлайн-совещание с участием Ирины Максимовой, председателя общественной палаты округа, где обсуждалась организация общественного наблюдения за ходом выборов президента Российской Федерации на территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Одна из главных тем – формирование списков наблюдателей. На территории Березовского района порядка 20 избирательных участков, значит наблюдателей должно быть не менее 40 человек, соответственно по два на один участок. После формирования списков планируется проведение обучающих семинаров. Напомним, выборы будут проводиться 18 марта 2018 года. Итоги оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Березовскому району за прошедший год по многим направлениям работы превысили качественные показатели 2016-го. На прошедшем полиции совещание подвели не только результаты, но и наметили перспективные планы в противостоянии преступности. Символично, что совещание проходило в профессиональный праздник прокуратуры России. Структуры, осуществляющий надзор, в том числе и за органами внутренних дел. Подробности в материале Вячеслава Селезнева. Важность совещания подчеркивал состав президиума. Начальник ОМВД, прокурор, председатель суда, руководство района. Вступительное слово в кратком докладе об итогах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Березовского района за 2017-й. Как отметил главный полицейский муниципального образования, в целом по многим показателям его подчиненные отработали с улучшением в сравнении с аналогичным периодом 2016-го года. В целом мы справились с поставленными задачами. По многим направлениям у нас идет положительная динамика, но без работы мы не остаемся, как говорится. Есть и те направления, над которыми необходимо продолжать работать и в 2018-м году. Я не буду говорить о цифрах, но скажу, что в целом у нас ситуация на территории обслуживания, на территории Березовского района, оценивается как стабильно контролируемая. Стабильно контролируемая ситуация, по мнению руководства района, это в том числе и совокупность профилактических мероприятий, включая межведомственное сотрудничество между людьми в погонах и органами исполнительной власти, контрольно-надзорными ведомствами, общественностью. У нас, наверное, много общего в деятельности, как администрации района, так и полиции, потому что, в принципе, мы служим нашему народу. От создания благоприятных, комфортных условий, наверное, это самое главное, а еще и защита, конечно, прав и интересов нашим гражданам. Действительно, хочу поблагодарить всех сотрудников, которые у нас работают в Березовском районе. Территория сложная, не всегда все гладко происходит в нашей жизни, есть над чем работать, и многие вопросы у нас стоят сейчас на контроле. Но хочу сказать, что и поблагодарить от лица администрации Березовского района, конечно же, за работу. Рафаэль Зуфарович и глава района присоединяется к моим словам, он просил передать благодарность за совместную нашу деятельность. И надеемся, что и дальнейшая наша плодотворная такая работа будет сказываться только положительной для жителей Березовского района. Говоря о состоянии преступности в разрезе статистических данных, то в результате проделанной работы удалось сократить количество зарегистрированных преступлений на 9,7%. На 10% снижено количество нарушений закона общей уголовной направленности. Больше раскрыто противоправных деяний прошлых лет. В результате принятых мер снижено количество преступлений, совершенных на бытовой почве иностранными гражданами и так далее. Отдел Министерства внутреннего дела России по Березовскому району стабильно хорошо работает. Об этом говорят и результаты раскрываемости преступлений. Раскрываемость преступлений по нашему отделу составляет более 70%, что выше среднего окружного показателя. Проделана огромная работа по линии оперативно-розыскной деятельности. Органами следствия и дознания отдела также закончены уголовные дела на уровне аналогичного периода прошлого года. Качество расследования постоянно совершенствуется. Поэтому оценка деятельности удовлетворительная. Я считаю, что всегда есть над чем работать. По мнению как прокуратуры, так и иных заинтересованных структур, необходимо усилить работу по предупреждению и недопущению совершения тяжких и особо тяжких преступлений, мошенничеств, имущественных противоправных деяний, конкретно краж. Стабилизировать ситуацию по данным направлениям и не только в перспективных планах ОМВД на текущий год. По преступлениям против личности, по преступлениям против собственности, это вот два таких основных направления, на которые мы продолжим делать упор. Будем усиленно обращать на это внимание, особенно в рамках профилактики. Как раз таки с целью минимизации, с целью минимизации последствий, с целью снижения вообще данного вида преступлений. Мы постоянно собираемся, в том числе будут и подведены итоги деятельности всех правоохранительных органов Березовского района. Планируем на конец января собраться руководителями правоохранительных органов, дабы выработать, подвести итоги 2017 года и выработать комплекс мер по борьбе с преступностью на первое полугодие 2018 года. Символично, что подведение итогов деятельности отдела проходило в профессиональный праздник сотрудников прокуратуры России. С 296-летием образования надзорной инстанции прокурора района поздравил начальника ОМВД пожелав всего самого наилучшего в осуществлении деятельности. Вячеслав Селезнев, Александр Елисеев, АТВ Березово. И к теме прошедших праздников. Игримчане отметили наступление нового 2018 года не только в семейном кругу. В концертно-выставочном зале была приготовлена праздничная программа в стиле голубого огонька, который был очень популярен в советское время. На утреннике для взрослых побывала и наша съемочная группа. Новый год – волшебный праздник. В нем улыбок чехарна, в нем сюрпризы, игры, шутки, сказки, вымыслив, игра. Так давайте веселиться светом всем на перегон, чтобы из радостных улыбок выткать праздничный ковер. Открывая праздничный вечер, сотрудники концертно-выставочного зала признались, что впервые решили попробовать себя в качестве ведущих некогда знаменитого и всеми любимого «Голубого огонька». Многие помнят эту телевизионную музыкально-развлекательную программу, выходившую в эфир на центральном телевидении Гостелерадио СССР. Организаторы постарались создать такую же естественную, неформальную атмосферу. И хотя здесь не было шампанского и летающего серпантина, все же настроение у гостей было весьма приподнятым. Новый год, пусть он будет счастливым для всех. Новый год принесет счастье, радость, успех. Новогоднюю ночь, пусть бывают наши мечты. Новогодняя ночь, ночь чудес и большой красоты. Мы все друг друга знаем, давно знаем, общаемся, поэтому лишний раз еще раз встретиться и просто друг друга поздравить. Почему бы и нет? Это классно. Хотелось пожелать в этом году, ну опять же, и здоровья в первую очередь, исполнение желаний, чтобы в этом году нам как-то жилось полегче. Во время праздничного вечера гостям было предложено много конкурсов и викторин. Все вместе дружно отгадывали по крылатым фразам старые советские кинофильмы. Вспоминали новогодние песни и частушки. На «Голубой огонек» пожаловали и знаменитости Клавдия Шульженко, Эдита Пьеха и даже популярные в прошлом юмористы Маврыкина с Никитичной. И все это в одном лице. Это, наверное, про тебя песню поют. Каванда разваляет, мы, наконец, тебя дождались. Да сейчас все люди у Сиро, где грибы, росы, а ты. Ты ты убираешь, у меня там твой паникмахер. Да я тебе так снова паникмахер в миг-то подострою, что ты тебя-то после тихти узнаешь. Ты знаешь, я в Москве знала два памятника древней русской старины. Менин и Пожарский, и Зальпушка. А теперь еще один знаю. Зальпушка ты моя, расплывчая. Народа хоть и мало, а мы себя вот сами умеем как-то поднять настроение, повеселить. На самом деле весело, интересно. Хочу поздравить всех с наступающим годом, Новым годом. С Рождеством, со всеми праздниками. Пожелать здоровья, самое главное, счастья, любви. Чтобы у всех в дом пришло счастье и удача. Всех благ. А в конце вечера каждый из гостей получил свое предсказание на наступивший 2018 год. Достав жетончик из волшебной корзиночки ведущей. Это получился еще один новогодний, сверкающий, волшебный, яркий и, конечно же, праздничный вечер. Именно таким он и запомнится всем, кто побывал на этом мероприятии. Перед наступлением трудовых будней гости получили заряд отличного настроения, чем и поделились с нашей съемочной группой. Было очень интересно. Спасибо большое работникам выставочного зала. Обстановка была семейная, уютная. Зрители все участвовали в конкурсах. И, в общем-то, получили большое удовольствие от этого. И гримчанам, конечно, благополучия, удачи, здоровья. Ну, в общем-то, чтобы сбывались все мечты и, самое главное, мирного неба над головой. Чтобы все дети наши были и все родственники, близкие, счастливые. Чтобы поселок наш процветал дальше. Оксана Дятлова, Дмитрий Нетин, авторское телевидение Березова, Игрим. В Игриме Рождество в этом году выдалось необычно теплым и солнечным. Еще накануне, в особенный для верующих день, который христиане называют рождественским сочельником, в храме Преображения Господня была проведена праздничная литургия. Главная рождественская служба, как и по всей стране, началась за час до полуночи. О том, как и гримчане отпраздновали одно из главных событий в истории христианства, расскажет Оксана Дятлова. Начало всех праздников, так называл Рождество Иоанн Златоуст. Это праздник, разделивший время на две эпохи, до и после. Для верующих рождение Христа является самым важным фактом в истории человечества. Поэтому рождественский период связан с настоящими чудесами. И начинаются они уже накануне, в Сочельник, когда после вечерней литургии выносят звезду, символ рождения Христа. В Игриме на ночное богослужение собралось особенно много народа. Праздничную литургию возглавил настоятель храма, отец Евгений. Всеночное обидение началось ровно за час до наступления полуночи. У нас в семье есть традиция. Мы каждое Рождество ходим в храм на службу на ночную. Мы поем на клироссе. С того года мы начали петь. И, соответственно, я всю службу провожу именно там. Мы же поем, соответственно, на балконе. И когда я краем глаза вижу, сколько там стоит людей, у меня захватывает дух. И я понимаю, что это такой праздник, который действительно нельзя пропускать. Рождественская ночь прошла в многочисленных молитвах прихожан храма. Ведь каждый человек, независимо от возраста, ждет рождественского чуда и надеется на перемены к лучшему. Мы очень серьезно готовимся. Наш клирос очень серьезно ведет серьезную подготовку. Мы буквально накануне всю неделю собираемся, проводим спевки. То есть эти праздничные песнопения, они должны исполняться очень торжественно, красиво. Потому что приходит много людей. Мы несем своим пением тоже людям радость, как и сам праздник. Поэтому, конечно же, это начало года. Это обновление нашей души, очищение нашего сердца. И вообще, само по себе, ощущение того, что спаситель в мир пришел, это непередаваемое ощущение. Рождество дружно, весело и по-семейному отметили в воскресной школе при Духовном центре преображения. Для малышей было устроено небольшое сказочное представление. Новогодняя елка, Дед Мороз со снегурочкой, дружный хоровод и, конечно же, долгожданные подарки. А в ответ ребята читали свои любимые стихи. Я сожбал в календарях и 6 я говорю, а потом два слова. Рождество Христово, что же делать, как же быть. Начались мучения, что мне Богу подарить в день его рождения. Как известно, Рождество – праздник семейный. И в каждой семье существуют свои традиции, свои обряды. К примеру, во многих домах принято готовить сочево или кудиво в специальное рождественское кушанье. Существует и много народных примет. В этот день нельзя заниматься домашними хлопотами и физическим трудом. Желательно одевать на себя только новые вещи. И, конечно же, строго-настрого запрещено ругаться и печалиться. Ну, Рождество – это самый светлый, наверное, самый радостный праздник на земле. Его все ждут, и мы его тоже всей семьей ждем. Обычно мы начинаем готовиться уже 6 января. Мы варим сочево, это рис с изюмом, с курагой. И начинаем праздновать. Все готовимся к службе. Когда проходит сам праздник, приходят все в гости. Друзья, наши близкие. И просто мы общаемся, слушаем песни, поем и славим Христа. А потом все идем корридовать. Ну, домашние, если традиции, то ходить в гости друг к другу. К нам приехали гости, мои родственники. Сейчас мы идем снова в гости. Это наша традиция на Рождество – поздравлять друг друга, радоваться. Вместе с Рождеством у православных заканчивается 40-дневный пост. По-христиански, пусть и малый, но все же еще один повод для радости. Праздновать благую весть Рождество Христово по церковным канонам разрешается 10 дней подряд, пока на смену святкам не придет крещенская ночь. Оксана Дятлова, Дмитрий Нетин, авторское телевидение Березова, Игрим. Для Игримского прихода храма преображения Господня, каледовать или Христославить, стала неотъемлемой частью рождественских праздников. Вот и в этом году, соблюдая православные традиции, воспитанники воскресной церковно-приходской школы вместе со своими наставниками отправились по домам односечан, чтобы сообщить благую весть «Христос родился». Святки – это период особенной радости для верующих православных, когда все ходят друг к другу в гости, дарят подарки. Современная традиция дарить подарки на Рождество связана не только со святым Николаем, который, кстати, является прототипом Санта-Клауса, но также и от рождественских подарков волхвов, принесших дары новорожденному Иисусу и признавших Мессию. В старые древнерусские времена всегда ходили каледовать, что называется, Христославить. Они рассказывали о рождении Христа. На таких калядках целая культура, фольклорная, именно рождественская, образовалась. И очень много калядок, которые мы сейчас до сих пор поем, древние руси пели, и сейчас до сих пор поем, прославляем таким образом нашего Бога. Вот и в это Рождество калядовщики отправились веселой гурьбой по гостям славить Христа. Здесь все по правилам. Первый несет звезду, главный символ Рождества, и распевает калядки, песни с поздравлениями. Второй звонарь подпевает и звонит в колокольчик. А третий собирает в подготовленный мешок все подарки, подношения, сладости и монетки. Получить такое поздравление от ряженных калядующих – самая хорошая примета. Коснулась она и главы городского поселения Игрим. Славьте Бога, Господь родился, наступил долгожданный срок. Славьте Бога, Господь родился, с человеками вечный Бог. Рождественские калятки содержат добрый смысл, пожелания благополучия в семье, доброго здравия. В них прославляют не только Христа, но и всех участников ночи, когда родился Иисус. Когда родился Сын Божий, изумленные пастухи увидели младенца, от которого исходило свечение. В то же время на небе загорелась яркая звезда. Вот так волхвы узнали о великом чуде и пришли с дарами, чтобы поклониться Деве Марии и новорожденному Иисусу. С тех пор накануне Рождества ярко светит звезда, которая напоминает всему миру о Рождестве Христове. «Нова радость стала, яка в небе хвала». «Небо и земля, небо и земля ныне торжествуют, ангелы людям, ангелы людям весело спразднуют. Христ пострадился, Бог воплотился, ангел спевает, царя виталь, у племенам пасты играть, чудо-чудо повидают». Юные колядовщики посетили еще много домов и семей и везде их встречали с радостью, восторгом, одаривали щедрыми подарками, теплыми пожеланиями и словами благодарности. Оксана Дятлова, Дмитрий Нетин, авторское телевидение «Березово» и «Грим». 13 января в России отмечался профессиональный праздник работников периодической печати СМИ журналистов – День российской печати. Более 80 лет одно из старейших печатных изданий округа газета «Жизнь Югры» выдает в свет острые критические публикации, которые соседствуют с позитивными материалами о реальных успехах и достижениях всего района. За эти годы она несколько раз меняла название, но неизменным остается стремление коллектива сделать свою газету интересной, отвечающей запросам читателей. Настоятельная потребность получать, создавать и передавать информацию – одно из первых свойств человеческой личности с самых давних времен. Название районной газеты менялось, но, несмотря на изменения, газета «Теперь уже жизнь Югры» всегда была наиболее популярным печатным изданием для жителей Березовского района. Заслужив безусловное признание и уважение десятилетиями безупречной работы. За это время менялась и команда. У руля было несколько капитанов. Сегодня на слуху фамилии мэтров журналистики – Валентина Литвиненко, Анатолия Белого, Наиля Нагуманова. Хочется поздравить, конечно же, наших ветеранов с праздником. Желаем всем самого-самого хорошего здоровья, благополучия, а тем, кто еще работает, успехов в работе. И ждем их. Мы будем рады видеть их в редакции. Это те люди, которые своим ежедневным трудом работали на то, чтобы газета выходила интересной для читателя. На страницах «Жизнь Югры» публикуется и молодое поколение журналистов. Газета – плод коллективного труда. И все ее сотрудники делают лицо газеты, то, к которому привыкли постоянные подписчики. Выпуск газеты – это всегда коллективный труд. И этому предшествует каждодневная работа корреспондентов, верстальщика, дизайнера. Но не стоит забывать о людях, которые участвуют в этом же процессе, от которых зависит ежедневное функционирование издания как учреждение. Нельзя забывать и тех, кто непосредственно печатает газету. Это наши коллеги, сотрудники Березской типографии. На сегодняшний день мы являемся единственным печатным изданием, которое выпускается в нашем районе. Поэтому именно на нас лежит основная доля ответственности за наиболее полное информирование жителей нашего района. И я думаю, что коллектив наш с этим справляется. А вот именно оценку деятельности могут дать нам только наши читатели. Сейчас для того, чтобы не потерять читательскую аудиторию, приходится идти в ногу со временем. А именно менять дизайн газеты, увеличивать количество инфографики в номерах. И эта мелованная с черными знаками бумага изготавливается в Березовской типографии. Эта организация является неизменным спутником газеты на протяжении всей ее истории. Усилиями ее сотрудников и получается конечный продукт, который попадает в руки читателей. Уважаемые коллеги, в пользу случаем хочу поздравить всех работников типографии, корреспондентов и работников редакции газеты «Жизнь Югры», работников авторского телевидения Березова с нашим профессиональным праздником – Днем Российской Печати. Желаю вам профессиональных успехов, здоровья вам и вашим близким, многолетней, плодотворной работы в будущем. От всей души хотелось бы поздравить коллектив как редакции, так и типографии с Днем Российской Печати, пожелать здоровья, семейного и финансового благополучия, а также творческих успехов. Еще несколько нововведений сейчас практикуются газеты. Так уже несколько лет успешно функционирует официальный сайт печатного издания. И все же главное – это газетные листы, которые можно подержать в руках, положить на полку, а потом достать и перечитать еще раз. Такова и наша жизнь. Она не черная и не белая. В ней есть место и ошибкам, и победам. Юлия Макушина, Александр Елисеев, авторское телевидение Березово. Накануне Старого Нового года в Березовском районном краеведческом музее состоялось весьма значимое событие. Фонд из-за кровищницы исторического наследия района пополнились бесценными экспонатами. Личные вещи Евгения Градовича, боксера-профессионалы в первом полулегком весе, передали родители одного из самых зрелищных боксеров. На любительском ринге из 150 боев он одержал 126 побед. В 2004-м получил звание мастера спорта. Профессиональная спортивная карьера началась у него в 2010 году. В марте 2013 года стал чемпионом мира среди профессионалов по версии международной боксерской организации, одержав победу над знаменитым австралийцем Билли Дибом. А спустя чуть более полугода в ноябре защитил свой титул в бою с тем же соперником. За агрессивную жесткую манеру боя в боксерском мире Евгения прозвали русским мексиканцем. После того, как он попал в команду одного из лучших тренеров мира Роберта Гарсии. С детства, да, у него мужество было, ну, то есть он не ощущал боли. Если у него младший сын, допустим, стукнется, он ревел, этот стукнется, почешет и побежал. Мы даже этому внимания не придавали. Ну, а потом, вот, в силу этих обстоятельств, как-то пошло, поехал. Это вся информация на сегодня. Если вы что-то пропустили в любое время все наши программы, теперь можно посмотреть и в социальных сетях. Группа АТВ Березова всегда ВКонтакте. В студии для вас работала Ангелина Губайдулина. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»